Ильяс Нальгиев, ранен в результате взрыва, находится в реанимации. Инцидент произошел минувшей ночью, накануне вынесения приговора по громкому делу о пытках. Нальгиев и его бывший начальник Назир Гулиев проходят по нему в качестве обвиняемых. Вчера ингушские экс-правоохранители обратились в редакцию канала ПИК и заявили, они не виновны, а дело сфабриковано. Подробнее о покушении и о том, связан ли ночной инцидент с вчерашним разоблачительным интервью в сюжете «Звядом Чедлишвили». Ильяс Нальгиев и Назир Гулиев должны были сегодня предстать перед судом. Однако Нальгиев, главный фигурант уголовного дела, оказался не на скамье подсудимых, а на больничной койке. Накануне ночью ворот дома, в котором проживает Нальгиев, раздался мощный взрыв. Экс-правоохранитель получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Родственники пострадавшего утверждают, на него было совершено покушение, причина которого – вчерашнее интервью. Сегодня мы связались с Срезом Нальгиевым по телефону и вот, что он нам рассказал. Бывший глава Корабулакского ОВД Назир Гулиев также не исключает. Заявления, которые они сделали вчера в интервью, могут быть причиной покушения. По его словам, накануне ночью следили и за ним. Но я вышел, и там взял, как будто оружие у меня в руках. Как бы они заметили и ушли. И где-то 2,5 ночи звонит мне Марьям, мать этого Нальгиева, Ильяса, и говорит, что у него вот такое случилось. Просто стало интересно, почему до этого его никто не трогал, а вот после этого интервью уже все это пошло. Это интересно. По мнению Гулиева, вся их вина состоит в том, что они воспрепятствовали попытке младшего брата главы Ингушетии Юнус Бек-Евкурова незаконно использовать нефтяную скважину в городе Корабулак.